В Вашингтоне проходит саммит стран-участников НАТО. На нем обсуждались вопросы финансовой поддержки Украины, возможность вступления ее в альянс. А также важной темой стала внешняя политика Китая, поддержка им России и поставки компонентов двойного назначения. Так, альянс принял решение выделить Украине еще 40 миллиардов евро, передать несколько дополнительных комплексов Патриот и других систем ПВО. А также стало известно, что Дания и Нидерланды уже начали поставлять Украине истребители F-16. Впрочем, по мнению союзников, это время еще не настало. А никакой опасности непосредственно для альянса со стороны России нет. Когда-нибудь Украина будет в НАТО без конкретных обязательств. В принципе, в этом плане ничего не изменилось по сравнению с прошлогодним саммитом. И также заявлена очередная помощь в следующем году на 40 миллиардов евро, плюс создание новой структуры по оказанию помощи в обучении и поставке, которая будет базироваться в Германии. То есть, в принципе, более-менее то, что ожидалось, никаких новых прорывных заявлений, никаких особых отклонений от того, что предполагалось, мы не увидели. Я был в Германии в прошлом году. И тогда очень много их делегаций Украины очень хотели получить приглашение в НАТО, что-то конкретное. Даже если нет приглашения, тогда четкое объяснение, что надо делать, чтобы вступить в НАТО. А в этом году есть менее вопросы по этому поводу. Все говорят про мост, что строится мост, чтобы в конце концов Украина вступит в НАТО. Но никто не ожидает, что это будет скоро. Есть очень много разговоров о том, как надо делать все возможное, чтобы Украина победила войну, чтобы потом вступить в НАТО. Дело в том, что тоже есть очень много разговоров о том, как мы не можем давать Украине все необходимое, чтобы победить, из-за того, что у России есть ядерное оружие. Люди здесь все еще боятся эскордации со стороны России и боятся, что если мы разрешим Украине использовать запренное оружие на территории РФ, тогда будет последствия. Между тем, в декларации Вашингтонского саммита, которые приняли главы государств, члены Альянса, в очередной раз осудили действия России в Украине. Россия несет единоличную ответственность за агрессивную войну против Украины, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН. Россия несет ответственность за гибель тысяч мирных жителей и нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Мы самым решительным образом осуждаем ужасающие нападения России на украинский народ, в том числе на больнице 8 июля. Украинская сторона очень-очень получит разрешение, используя атаканцы и все остальные оружия, чтобы ударить по России. Дело в том, что надо получить согласие администрации Вашингтона и американские представители, которые здесь выступают, не единогласно поддерживают Зеленского в этом плане. Поэтому получить такое разрешение. Если будет, это будет сделано тайно. Мы не говорили публично, что это будет. Также в декларации содержится осуждение действий Китая, который всячески помогает России поставками комплектующих для российской армии. В итоге члены Альянса потребовали от Китая прекратить все поставки товаров двойного назначения. Мы призываем КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН, прекратить всякую материальную и политическую поддержку военных усилий России. Это включает в себя передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты вооружения, оборудование и сырье, которые служат сырьем для российского оборонного сектора. КНР не может допустить крупнейшую войну в Европе в новейшей истории без негативного воздействия на ее интересы и репутацию. О каких именно последствиях идет речь, пока неизвестно. Но, по мнению газеты New York Times, раньше члены Альянса воздерживались от таких резких заявлений в отношении Китая. Было очень много сказано о том, как Китай отправляет в Россию товары, которые в России используют военные и промышленные комплексы, и то же, что Китай помогает в России получить западные комплекты. Все, которые читают «Инсайдер», знают, что это происходит. Но для людей на самом деле, даже для экспертов, для многих это была новость. И есть надежда, что теперь политики включают и делают что-то, чтобы приостановить торговый оборот. Причина в том, что действительно определили помощь Китая как критическую. В принципе, было заявлено в декларации, что помощь для России является критической, российской и украинской войне. То есть первый пункт – это просто, они, скорее всего, просто излагают факты, как они есть. Ну, а если смотреть в целом, то если Россию, НАТО уже официально определяет как главную угрозу, а Китай как главный помощник России, как минимум, в этой текущей российско-украинской войне, то это показывает, что на дальнюю перспективу, возможно, не только США, НАТО в целом начнет рассматривать Китай как противника. Пока до этого не дошло, но в любом случае, если какие-то военные столкновения, пусть даже гипотетические, будут понятны, что они будут в первую очередь Соединенными Штатами, чисто по географическим причинам. Но в целом мы видим постепенный дрейф туда. Если долгое время сама Россия не определялась как противник, сейчас уже в официальных документах НАТО определено как противник. Китай получил пока статус помощника. То есть мы видим консолидацию двух лагерей. Представители китайских властей уже назвали все обвинения со стороны НАТО ложными и бездоказательными и заявили, что таким образом члены Альянса пытаются дискредитировать Китай и подорвать сотрудничество с Европой. Журналисты-инсайдеры продолжают работать и рассказывать правду. Поддержите наш канал, поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Это поможет распространить это видео. Если же вы сами стали свидетелями важных событий, присылайте нам фото и видеоматериалы в черный ящик.